пятница январь 13 число время поговорить о мистике о чертовщине о предметах ну а музыки естественно поэтому снимем черные очки оденем нормальную и будем говорить о том что собственно говоря музыка и мистика это брат и сестра или две сестры это получается уже какой-то лесбиян вообще в основе всевозможных приключений звуковых лежат предметы инструменты очки четки карты магический шар и прочая ерунда и в основе музыкального искусства лежит импровизация импровизация это всегда случайность но ты как во сне тебе что-то приснилось что-то очень такое забавно собственно говоря твоей жизни что-то приснилось и ты недоумеваешь может ли такое случиться на самом деле через какое-то время происходит с тобой именно то 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 что тебе приснилось ну я вообще не собирался никогда писать книги но однажды мне позвонили и сказали не хотите ли вы написать рок-энциклопедию но я подумал что грех отказываться от предложения естественно никакую рок-энциклопедию я писать не собирался я просто приехал в редакцию там сидели милые девочки почему-то они решали все эти вопросы по изданию и зачем вам на хрен вам нужна рок-энциклопедия для этого есть там артемий киевич троицкий есть большие там специалисты они все это изучили они все очень классно это сделали давайте я вам просто напишу там книгу о рок-музыке как музыкант и как практике как журналистами очень много давайте пишите поэтому свое время там совершенно совершенно не пришлось написать вот такую книжку по сути дела магия рок-музыки по сути дела я ее не писал мы ее сварганили с моей женой поскольку а галина анатольевна сделала очень много материалов и я их просто собрал мы их все издавали в сам издатовском журнале ура-бум-бум ну и показывали в телепрограмме во всех всевозможных вещах вот и книг но я написал здесь забавная достаточно главы потом от ним вернем аж почему я собственно про эту книжку говорю что вот случайность том что мне приснился сон о том что что мне предлагают написать книгу но поэтому поскольку я все-таки пишущий человек там по образованию журналист и написал уже до этого какие-то там какую-то прозу где-то ее издавал я неожиданно совершенно эту книжку сварганил вот и когда я сварганил но они-то все это делалось 90-е годы на 20 там с лишним лет назад и они горят ну а как обложку кто будет делать или ну давайте я сделаю обложку что за фигня я взял фотоаппарат за вот из замечательной привезенной галиф подпольфель легендарный из города лондона энрико бенетти засунул него вот эту замечательную гитару вот положил все это на пол и сделали мы книжку и обложку сделать сам но эти паразиты они еще и отчество моё перепутали вместо валия пауча они написали в а ну хорошо пусть я буду в что касается музыки предметов и прочей всякой дряни я например всегда очень относился к картам ну со смехом я играл в покер в преферанс не любил играть в очков дурака и довольно в зрелом возрасте узнал о существовании карта рот и познакомился со всевозможными там ведьм очками которые умудрялись показывать совершенно забавно рассказывать совершенно забавные вещи используя эти карты тарут вот такие вот у меня тут колода совершенно потрясающе виде баксов я периодически ее беру зачем в руки и там тусую тусую сейчас я не буду тусовать вот я там выдергиваю какую-нибудь карту там да вот у нас почему-то раз и туз пик как раз и дня пятница черные дела чертовщины значит что здесь по поводу книги мы уже немножко сказали потом мы к ней и вернемся значит у меня был товарищ миша сергиенко исследователь снов я делал с ним большое интервью совершенно сумасшедшие с точки зрения но собственно говоря в рук музыки и в литературе и живописи и вообще в искусстве нормальных людей не было от сеши зануды совершенно если ван гог рисовал всякую ерунду там старые ботинки какие-то поношенные и сейчас это все продает графика там и всякие подсолнухи и всякую ерунду потом еще и ухо отрезал ну и можно приводить огромное количество людей сумасшедших неадекватных при этом порождающих огромное количество замечательных произведений искусства все они совершенно неадекватные поэтому среди музыкантов нормальных людей тоже нет и вот в этой книге например но здесь вот есть даже картинки фотографии я вспоминаю удивительных людей например андрюшу барышникова был такой человек замечательный даже сейчас его покажу вот его уже нет в живых он был нашим отчасти он был нашим продюсером такой вот кстати тут наши старые фотографии где же андрюша барышников почему я его вспомнил а вот он андрюша барышников замечательный видишь падает вот этот счет порывался он привозил сюда известных артистов порывался даже группу кино привести свое время но потом его посадили в тюрьму совершенно по смешной смешной ситуации он ехал поругался с водительницей трамвая поругался ну это водительница начала там на него бросаться каким-то образом она вызвала милицию и андрюши припаяли срок поэтому вся его карьера продюсера на время закончилась а связавшись но он был нормальным как и все около музыкальные люди и музыканты был алкоголиком но а в тюрьме он там еще там где он там сидел или там химия у него была уже не помню он еще к наркотикам пристрастился и собственно они его там отчасти там сыграли очень не при масса неприятных моментов в его жизни хотя сам он не был наркоманом он был замечательным пьяницей я почему его вспоминаю потому что это один из очень талантливых людей и очень интересный мистификатор сам он не музыкант но вот вся его жизнь она была такая мисте мистическая и около музыкальная потом были совершенно потрясающие ребята но их очень многих уже нет живых например был один счет не буду его называть он просто себя спалил а он тоже как бы выпил к наркотики все эти дела но он очень серьезно занимался всевозможными оккультными совершенно дурацкими ну на мой взгляд дурацкими вещами связанные с язычеством ну и однажды видимо очень в большом угаре он просто поджог у себя там дом или флигель и испалил себя там сгорел как недавно смотрел сумасшедшего джигурду сошедшего с ума на почве я так понял наркотиков больших денег и переигранная слава и понял что отчасти как бы с одной стороны человек актер с другой стороны вот наблюдая таких людей в жизни очень часто понимал что это совершенно сумасшедшие люди не были ребята которые настолько сходили скум с ума что они просто пускались путешествие то есть они как гришка распутин или григорий ванч гурджиева они просто поднимали жопу и уходили в какие-то невидомые страны но известно как гришка распутин стал продвинутым человеком да вот вам на деревне был большим пацаном дрался постоянно и трахал всех девчонок а потом что-то там на него сне зашло какое-то там провидение он решил пешком сходить в иерусалим но добрался до до иерусалима поцелал там стену господню там или что там какую-то фигню и там потусторонние силы ему сказали гриша иди спаси спасай россию спасай царя царицу и гриша короче пошел санкт-петербург и стал лечить барышень всех подряд включая царицу ну известно как он лечил ну надо сказать что он обладал определенным даром не просто там был каким-то дурачком почему я вспомнил мишу сергеенко потому что миша сергеенко я последний раз делал с ним по три у меня даже книга где-то валяется его подаренная все никак не умудряюсь и не умудрюсь ее прочесть при всем своем сумасшествие человек уехал в москву заниматься какими-то оккульными оккультными делами называет себя академиком но делая с ним интервью и издал это большое интервью в одном из модных журналов у меня остался огромный огромный материал с ним я понял что этот сумасшедший как все сумасшедшие говорит совершенно совершенно потрясающие вещи дело в том что мы живя вот в нормальном таком вот нашем социуме мы очень сильно привязаны к вещам к предметам к недвижимости к машинам к налогам деньгам к телевидению компьютеру к информации а это вот существует такой маленький процент разнарядка таких сумасшедших людей которые вообще идут от сахи они вообще молятся они неведомым богам языческим и даже я даже название таких не знаю там это даже не перун там не бог ра не солнце а там какие-то вообще выдуманные боги которым мухам улица разве что здесь сергиенко или джигурда но надо сказать что в мистике как и в музыке имеет огромное количество предметов очень большое значение имеют предметы мне вот постоянно в свое время снился ну там скажем лет 15 тому назад будучи здоровым и крепким мужчиной я думал что у меня будет все очень хорошо мне постоянно снился сон что я у меня ослаблен ноги я хромаю очень плохо передвигаю ноги хожу с палкой я прыгал по сцене до 48 лет пока меня не накрыло и в результате вот я теперь хромую без я тебе хожу там с тростью вот на самом деле получается что все что снится это не стоит игнорировать то же самое с музыкой но нормальные люди ходят с диктофоном спят с диктофоном они в любой момент могут вот хорошему гитаристу может там башки где-нибудь там но едет он в машине или там в метро или в автобусе и вдруг ему пришла какая-то мелодия что делать он достал диктофон вышел и напил мелодию да положим записал и потом всевозможные предметы попова ну по поводу карт мы уже говорили что карты это вообще даже дурак который не умеет играть в карты он сталкивается все равно так или иначе но у меня мама занималась скажем вот эти у меня огромное количество колод карт которые я нахожу 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 постоянно вот например вот еще нашел такую колоду но у мамы тут на каждом шагу вот эти вот колоды причем колоды очень такие смешные вот например джокер дал смотрите значит получается тут дед чукарь у нас джокер да карты такие уникальные мама карт в карты очень сильно верила но мама очень такой был ортодоксальный такой казаческий человек бабушки там лечение она вообще не верила врачам и лечилась народными средствами надо сказать что прожила там до 80 лет значит что касается предметов потом что касается чертовщины все музыканты они сумасшедшие в плане например гонок и экстремальных видов спорта но я свое время очень быстро ездил на велосипеде часто падая ломая ребра на нем потом я стал ездить на автомобиле и были у меня такие приключения когда я просто садился в автомобиль ночью и гонял как 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 чертов чертов сатана там по улице портовой на скорости 200 километров зад вперед потом я познакомился позже с друзьями в больнице уже такими же коллегами поразбитыми там со вставленными в титановыми там трубками костями как у меня вот и эти черты они стали там приезжать ко мне но тут я уже был больше штурманом потому что это более совершенно социально опасные люди не приезжали на какие-то переделанных чудовищных хондах с каким-то там в туристом топливом из задницы машины вылетала синее пламя в общем все я так понял что они в свое время насмотрелись вот этих дурацких американских фильмов таких типа форсажа но одно время с ними покатался потом я понял что в этом есть определенный какой-то идиотский обряд но вот мой друг и бас-гитарист и музыкант замечательный дима христианов он тра свое время трахнуться на мотоциклах значит он гоняет постоянно на мотоциклах постоянно с них падает покупает новые мотоциклы он может там приехать с другого конца города живет там на в лесу на первом арженикидзе у него стоит дом он может там за 30 минут дамчатся оттуда да какой там запись за 15 минут может находить до дамчатся досюда вот и остановить его просто невозможно потому что на автомобиле он никуда не успевает а мотоцикл это как бы его жизнь он стал таким чудовищным байкером недавно он там по переломал себе по выбивал себе там ключицы папа по переломал зубы и звонит мне ночью там в два часа ночи и говорит привет привет я еду за мотоциклом или куда за мотоциклом еду он едет куда-то там страшный город в тверь или перми не знаю куда он едет а покупать но новый мотоцикл этом он разбил только из больницы он вышел поехал за мотоцикл он купил себе мотоцикл в дождь на скорости там 200 километров в час приехал в ростов счастливый выложил все это это я почему говорю что все это связано с музыкой с мистикой с одной стороны это импровизация но вот я же говорю я там гонял на автомобиле на велосипеде я прыгал с мостов с очень больших высоких тоже испытывал чертей но сейчас я уже этого делать не буду сейчас я просто занимаюсь экспериментами со звуком и с музыкой в свое время мы играли нормальную человеческую музыку я писал тексты после них значит писал в начале текст потом музыка и там получалось песня конечно это все было совершенно было предсказуемым но последнее время мне окончательно это нас очертило и я стал заниматься совершенно другими вещами я не знаю почему мне однажды приснился сон что я работаю симфоническими оркестрами совершенно не управляемыми виолончелистами арфистками скрипачами с какими-то там бородатыми существами там запредельными и играю совершенно чудовицу совершенно не характерно для меня музыку не прошло и несколько лет как я стал играть именно эту дурацкую музыку не вовсе не потому что я там совсем спятил и собственное в состоянии писать песни нормальная там припев куплет песня там все как положено могу взять акустическую гитару могу там спеть свои старые хиты но тем не менее я в день могу записать там час совершенно непредсказуемой музыки которые я повторить не могу более того я не смогу найти эти звуки потому что я либо их стер либо ручки я уже не могу вас на вот это всем а все это связано с мистикой значит потом что такое мистика но мистика это как язык она она вот музыка и мистика они постоянно трансформируются они такая качаловская пауза вот из чего состоит вообще современная музыка современная музыка состоит из лажа что такое лажа со временем в русском языке слова лажа обозначает сперма сперма лежит в основе всего как известно то есть она оплодотворяет все салют то есть вот это слово лажа означает сперма вот мы короче лажа и получается что мы оплодотворяем все это искусство все это с одной стороны чертовщина бесовщина и язычество но с другой стороны все это совершенно имеет вот свои такие корни потом что касается почему музыка мистика очень сильно связаны с алкоголизмом и наркомании потому что по сути дела это форма такой единой материи духовной или бездуховной материи почему все рок музыканты алкаши и наркоманы но практически у них очень сильно нервная работа потом они очень эмоциональны потом они сходят с ума им кажется что они вампиры они постоянно пишут совершенно демонические но есть там скажем всевозможные страшные люди трешевики которые там выходят реветь я даже там секунды так не прохриплю как они хрипят хотя мне очень многие нравятся там групп группы там всякие мишуганами я могу это все слушать там с большим удовольствием я не знаю какие бесы движут этими людьми я не знаю какие бесы движут мной значит мы уже говорили о случайности написание книг вот как у людей возникает желание там написать книгу или написать музыку ну как если ты например непрофессиональный композитор поэрит когда тебе приходит там звонит албаисовна или киркоров игрит мне там пест мне нужно новое вот ты сидишь просто те там какая-нибудь байда в голову затесалась ты вдруг взял и почему-то начал ей заниматься ну ни с того ни с чего вот это и и есть по сути дела мистификация все искусство во все времена это мистификация чем занимались колдуны и ведьмы в средние века они постоянно искали какую-то какой-то ахинею непонятно они знали что вот есть золото что его где-то добывают там где-то его копают из него вытачивают там драгоценность но они решили что путем смешивания всевозможной ерунды и ереси там какого-то там железа закапать его марганцем еще какой-то хренью там помолиться четыре раза сатане и и в результате они там сделали золото на самом деле это совершенно не такая уж далекая байда от действительности действительно люди делали искусственным образом всевозможные камни металлы и всевозможные там чудеса это средние века но дело в том что в наши времена кроме того что мы все одержимы там движением а на мотоциклах автомобилях самолетах всевозможных мы двигаемся в образах своих в одежде в поведении но кроме всего люди еще окружают себе всевозможными совершенно потрясающими предметами но у меня например был такой товарищ я тоже о нем писал очень хорошим и с ним познакомились на востоке в арабских эмиратах кажется дал очень давно потом выяснил он приходил ко мне на концерт и вообще мы там очень часто встречались такой парень замечательный парк по профессии далекий человек от музыки дело в том что он занимался всевозможными мистификациями и у него была мечта сделать пирамиду и он долго значит рассказывал про то что пирамида она обладает вот всевозможными там какими-то магическими вот свойствами что все этот египет пятый элемент это совершенно не случайно и однажды он мне звонит и посидел приезжая пирамиду и в смысле пирамиду сделать ну говорит в квартиру в доме частный дом у него там на западном сейчас он живет в другом городе там сочи где-то живет вот он был частный дом на западном он говорит приезжая сделать давай сделаем с тобой материал ты напишешь все так я сажусь машину приезжают нему захожу во двор у него стоит пирамида и стоит дом в форме пирамиды и вот тут вот он меня заводит в этот дом ну как скажем как сказать метра 4 высотой вот такая деревянное сооружение вход в нем там три уровня но назовем это так маленькая баня в форме пирамиды значит если он кладет туда кусок мяса мясо может лежать несколько суток и не пропадает мясо вода не пропадает люди лечатся у человека там какой-то стресс или он перебухал или у него какое-то нервное напряжение он заводит человека в пирамиду человек спит в пирамиде утром выходит у них нет никаких проблем ну вот всевозможные вот такие вот чудеса они постоянно меня преследуют и собственно говоря я все это приношу в музыкальное искусство которое уже искусством назвать очень трудно по той причине что когда я пытаюсь там со своими соратниками общаться ну они такие земные люди и они совершенно не понимают например а как вот как с тобой играть даже не знаешь в какой тональности ты играешь что у тебя струй на гитаре какой и вообще я говорю но если надо будет там за большие деньги там сделать хорошую музыку я говорю настрою гитару вместе с ренами мы будем играть как все нормальные люди но в данный момент я говорю хочу вот так вот и все вот а почему ты там у тебя не используешь бас-гитару ну не нужна мне здесь бас-гитара а почему ты там вот так вот так вот перевернул тонально сюда 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 ну то есть люди не хотят смирить они живут в определенном уже сложившемся музыкально-звуковом социуме они например говорят очень странно звучит как-то гитара какой-то звук у дистошина какой-то неправильный понимаешь вот у них там есть какое-то понятие правильности звучания дистошина или правильности звучания там голоса записанного голоса через микрофон в то время когда ты начинаешь там хрипеть в микрофон и идут какие-то чудовищные искажения тебе говорят это неправильно так нельзя нужно сеточку нужно там акустику нормальную там хороший конденсаторный микрофон фирменный ставить а не петь там я говорю ну подождите ну вот существует там всевозможные экспериментаторы вот скажем есть такая певица бьерк я один альбом послушал у нее она там специально перегружает голос до такой степени она просто тупо вот так вот микрофон поет без всяких сеточек идет перегруз срач с точки зрения нормального звукорежиссера идет абсолютно дурацкий срач или там перестроенная расстроена в умате гитары совершенно непонятные звуки то есть я ко всему этому пришел и когда я слушаю совершенно обычную банальную такое вот попсовое звучание мне это безумно не интересно в то же время сейчас существует огромное количество музыкантов которые с музыкой вот занимаются натуральной мистификацией ну скажем так великий и ужасный которому сейчас недавно исполнилось там 73 года Джимми Пейдж повернутый на Алистерик Кроули человек совершенно не случайно сходящий с ума уже еще при Лидзепеле не сходящий с ума а в тот момент когда там поломался Роберт Плант на дороге там разбился непонятно ходил бы он великий Бонзос захлебнулся в водке умер группа развалилась Джимми Пейдж подружился с героином но он до этого уже дружил со всем этим делом а тут он окончательно и все сказали что человек сошел с ума мало того что он купил там замок Алистера Кроули мало того что он там хапает героин потребляет и там Вахнецкая чудовище кормит кокаином ходит на озерок себе вот он еще купил какой-то там мистический книжный магазин и на гитаре вообще не играет а играет на каком-то там чудовищном инструменте не подлежащий не сравнимый ни с чем но это как у нас есть замечательный друг и товарища Эдик Срапиона папа Срапа который делает удивительные синтезаторы где звуки вот эти синтезаторы у меня есть я ими пользуюсь там термин вокс там ручку крутнул звук это тоже повторить нельзя вот на таких приборах Джимми Пейдж тоже записал там в свое время какую-то трахнутую музыку для своего друга и товарища известного режиссера снимающего фильм когда он пришел и обратился к Джимми Пейджу и сказал там Джимми Пейдж, ты там великий напиши мне музыку вот тебе денег там мешок да ну и Джимми этот все деньги эти проторчал а все это время там записал 30 минут какого-то шума чудовищного когда этот человек пришел там просто не знаю бить ему морду или что с ним делать но потом все-таки Джимми Пейдж вернулся там стал нормальным порядочным парнем там женился на молодой девушке стал рожать детей ну и может быть он занимается мистикой но по-моему играет он после того как он проторчался во всей этой мистификации он играет еще лучше и хорошо другие ребята которые связались серьезно с мистикой с мистикой был связан очень сильно Курт Кобейн поскольку он был наркоманом с мистикой был связан Джон Лена с мистикой с мистикой были связаны да на кого не ткни пальцем все там Ози Осборн чертовщиной занимался хотя он больше там белку гонил по пенке но тем не менее была создана такая особая культура все говорят что музыканты просто позеры они сделали из этого всего черт знает ну на самом деле из всего этого сделали шоу нет неправда дело в том что очень многие люди в это серьезно верят я говорю один человек себя спалил другой разбился на машине третий взял себе выстрелил в голову из ружья вот и это совершенно не стоит объяснять только наркоманской ломкой что человеку там очень плохо на самом деле пришли настоящие натуральные бесы более того люди которые связаны с мистикой почему мы говорим мистик мистик да такое слово немножко дурацкое навязчивое но с другой стороны когда ты связываешься ну с определенными вещами совершенно непонятно ну с чудесами ты сталкиваешься с чудесами вот я родился нормальным там октябренком потом меня приняли в пионеры хотя бабушка там пыталась заставить меня носить крест на какой крест я пионер мне надо крест снять и я вообще не верил в чудеса но первый раз я поверил в чудеса в раннем детстве когда мне приговорили там очень серьезную операцию с опухолем я был еще маленьким ребенком мне там уже хотели оперировать и мама там была в ужасе а потом она пошла к какой-то бабушке бабушка сказала все это полная фигня надо мальчика поставить к стенке просверлить дырку состричь волосы заклеить эти волосы и там какую-то заморочку вот когда он перерастет а у него эта опухоль пройдет а опухоль была на семенном канале типа там вырежут мне там этот порежут мне семенной канал непонятно будет ли у меня стоять и буду ли я ну в общем мама короче эту значит мистику разрулила я перерос семенной канал у меня нормальный о чем свидетельствует наличие тебя и прочих вот вторая потом я опять стал атеистом ну я стал атеистом я как бы несмотря на то что я читал там всевозможных там доморощенных авторов типа Кастанеды Гюржиева Алистера Кроули но я к этому относился просто как к искусству как к Библии как к выдумке как к сказке но когда я стал сталкиваться совершенно с очевидными чудесами в жизни совершенно невероятными чудесами то я почему то опять стал верить во все эти мистификации вот однажды у меня последняя мистификация ну она может быть не последняя она одна из одна из мистификаций одно время я в там в начале в начале этого века двадцать первого вынужден был работать грузчиком ну будучи уже там типа известным достаточно там человеком но надо было зарабатывать деньги и я устроился на работу работал грузчиком грузил спиртные напитки готовые поставки там пива всякая фигня ну а что такое грузчик грузчик либо носит либо складывает это все на тележку возит там палеты вся эта фигня там пиво там и вот я приезжаю на работу я приезжаю на машине такой грузчик на БМВ приезжает грузит там целый день я работаю гружу гружу и мы работаем двенадцать с лишним часов какая-то бывает чудовищная у нас нагрузка по работе и я тележкой с огромным тяжелым палетом наезжаю себе на собственную вот такая тележка ты ее тащишь за такую одна ручка на ней стоит вот несколько упаковок пива ну там датоны наверное все три и вот у тележки там сзади колеса и впереди вот такое одно такое двойное колесо вот этим одним колесом я себе наезжаю на ногу ну боль адская там все естественно там пацаны говорят все там нахрен оставляем машину мы тебя довезем я поеду у меня сын один а мама уехала учиться в Лондон сын придет из школы и там все дела и я в совершенном ужасе сажусь значит в машину кое-как значит давлю этой ногой на газ доезжаю до дома перехожу выпиваю бутылку водки ну встречаю тебя там кормлю все там все нормально вот и у меня вот такая вот синяя огромная нога мне вообще везет на ноги я постоянно их там травмирую и вот я думаю чушь делать там я один с сыном работа по барабану там проблемы денег забыл получить в кармане осталось на 10 литров бензина и вообще трандец и вот я засыпаю мне первый раз снится нечто вроде Бога или сатаны я не знаю какое существо он приходит и говорит у тебя проблемы я говорю да у меня проблемы я ногу переехал у меня вообще виллы полные он говорит встань выпей еще стакан водки утром садись езжай на работу утром я встаю смотрю нога моя не очень сильно болит ну водки то я встал выпил и я значит с легкого бадуна зашивав все это лавровым листом запил постным маслом сажусь в свою машину и приезжаю на работу а там эти хозяева там грузчики все говорит посидел ты охренел те же отпустили там а нога была вот такая вот как этот баскетбольный мяч я говорю посмотри на ногу она говорит а что ты с ней делаешь водки выпил с Богом разговаривал но они там все похохотали ну садись или ты не работай ты просто сиди там в карты играй а мы в свободное время просто все время постоянно играли в покер ну как что делать грузчикам когда у них нет работы они садятся начинают там вот типа там на пиво играть там на десять бутылок там пиво дармовое там берешь там сколько угодно там проиграл но пиво как правило просто выпивали никто его там не разыгрывал ну карты имели место в жизни потом были всевозможные мистификации в области музыки музыка очень часто снится я последнее время немножко обленился но в свое время ну был такой период когда я спал с таким аналоговым вот у меня валяется аналоговый мой знаменитый диктофон который записал все на свете вот и я спал с диктофоном почему потому что когда тебе что-то приснится что-то гениальное всем придуркам постоянно может присниться какая-то фраза потом все сумасшедшие музыканты и литераторы они разговаривают с самим собой очень часто я иногда дома даже вслух с самим собой разговариваю это совершенно трезвый и вменяемый ну музыкант конечно не может быть артист не может быть вменяем то есть у него сознание подорвано если у него рядом ходит там женщина там жена подруга или товарищ он говорит про себя или общается с ними а когда никого нет он может разговаривать сам собой вслух а ночью когда тебе что-то приснится ты можешь скачать но тебе шлень там куда-то вставать там что-то записывать ты берешь включаешь диктофон и записываешь эту фразу это очень важно потому что если ты во время этого не сделаешь ты непременно это забудешь я таким образом забыл огромное количество сюжетов я забыл массу замечательных вещей потом ночью иногда бывает вот бессонница и ты просто лежишь и разговариваешь с самим собой и незаметно засыпаешь а иногда ты просто можешь за одну ночь написать целую повесть или там план нового романа я кстати одну вещь написал ну у меня был чудовищный стресс я со всеми попереругался с женой там все там пух и прах конец семьи и вот я лежу там на диване ночью не сплю и я реально за одну ночь написал повесть доброе утро сволочь я потом просто сел и в течение нескольких суток набрал этот роман ну не роман, повесть там очень забавная штука была но я помню что я я его сочинил буквально пофразовало я вот лежал в кровати и просто пофразовало все это сочинил если бы я тогда взял диктофон и его включил но это было не совсем удобно и корректно потому что со стороны близких вы скорее всего бы вызвали психушку и мой роман закончился совершенно иначе совершенная печаль потом мне приснилась совершенно потрясающая вещь мне однажды мой пьяный товарищ говорит ну это очень давно было он мне говорит ты социально опасный я говорю почему ну ты же с оружием ходишь я говорю с каким оружием ходишь он говорит у тебя в тросте нож я говорю ты с ума сошел проходит несколько лет и мой совсем другой не имеющий к этому отношению товарищ, мой друг дарит мне трость вот эту пожалуйста вот тебе сон вот это не трипология это разговор я конечно с этой тростью очень редко куда хожу потому что боюсь кого-нибудь зарезать просто но иногда когда я например жил в частном секторе в частном доме там когда ты без машины приезжаешь пешком там приходишь там например идешь от остановки автобуса идешь к дому там люди имеют особенность выпускать бешеных диких собак баскервилей которые они решают кого есть кого не есть вот некоторые собаки они со мной дружили а некоторые собаки меня пытались съесть и иногда были такие ситуации когда надо было просто либо достать вот такую штуку и зарезать одну собаку чтоб не повадно было потому что могли просто съесть сейчас нам в секторе вообще без оружия жить нельзя да собственно и в таком нормальном обществе значит по поводу наркомании вот в этой книжке безумной есть одна глава дурацкая вот у меня тут даже джокер закладочка новые наркотики и воспоминания о пионерских опытах изменения сознания причем эта штука она написана о моих близких очень друзьях молодости музыкантов наших гастролях о наших первых наркотических приключениях о моих путешествиях в наркоманскую жизнь слава богу я не стал наркоманом вот но тем не менее вот это здесь замечательная глава есть и многие люди которые ну я думал они меня убьют когда они прощали но они посмеялись я конечно не упоминаю там людей которые здесь некоторых нет в живых некоторые сидят в очередной раз надолго в тюрьме а другие нормальные люди которые не пристрастились к наркотикам и не стали играть рок музыку проклятую так что вот вся эта мистификация вот эти все придурости все наши импровизации человеческие они совершенно объяснимы почему именно собственно не только рок музыка классическая музыка и музыка да любая джазовая музыка она связана с чертовщиной я помню свое время посмотрел этот достаточно дурацкий фильм со своим одногодкой стилвэем перекресток по-моему он называется да там где два гитариста там сражаются постоянно типа стилвэй плохой а другой парень хороший один на телекастере играет а другой на гитаре с флэйдевысом вот они постоянно дерутся и там тоже вся эта мистическая основа но на самом деле вся эта чертовщина она у музыкантов она у джазовых музыкантов в особенности она имела очень большое присутствие более того среди джазменов большая часть там это чернокожие люди чернокожие люди это как правило африканцы и не только африканцы но и люди представители всевозможных всевозможных там таких религий как вуду вудизм там часть буддисты часть вуду вудисты а там где вуду там извините там уже черти полные там уже и музыка другая это так же как скажем там индусы со своей культурой со своей мистикой у каждой нации своя мистика своя национальная мистика но вот мне кажется что самая большая чертовщина она все таки находится в России вот мне так все таки сдается что самая самая мистическая страна самая такая вот сумасшедшая собственно говоря у нас литература живопись музыка она вся на мистике повернута посмотри там булгаков да посмотри гоголь кого не посмотри на композиторов посмотрите там на мусоргского возьмите наших живописцев совершенно отмороженных в некоторых аспектах они абсолютно отмороженные были наши классики живописи литература философия в общем наша страна она имеет отношение к мистификациям к магии еще больше чем скажем такие урбанистические страны как Америка хотя Америка тоже намешана там всевозможным там хламом и Японии и Китай да собственно мистика везде происходит поэтому пятница 13 число вечер пора жарить что-нибудь вкусное и нафиг возвращаться в нормальную человеческую реальность это будет такая какая деталь да я